Всем привет друзья! Сегодня у нас тест-драйв на серьезной машине по асфальту. Все спрашивают, где она пропала. Вот она на месте. Потемнело, правда, чуть-чуть. Но такое. Больше поговорить, чем показывать. Гранчероки сзади едет. Сейчас в зеркале только фары видно. Андрюхи, там ремонт, расширение территории. Так что пока надо забрать. Есть тут над чем работать. Самые слабые узлы. Давайте расскажу для тех, кто не в курсе, на чем я еду. Это полноприводный Запорожец. Со всеми блокировками, с понижением. В простонародье именуется Мегазаз или Залупазл. По первым буквам автомобилей, из которых он сделал. Запорожец, Луас. Ну и как пазл собран. Блин, как-то рулевое или колеса широкие. Значит, шины сейчас стоят. Был он куплен нами. Нами с Максом. Есть там несколько серий, как мы его везем из Степника под Трусковцом. Мы его купили в Степнике. В прошлом году, 31 января. Блин, как плохо видно. О, так лучше без стрички. 31 января мы его купили. И 1 февраля мы приехали на нем в Киев. А на покатуху... А на покатуху он попал... Это колесные диски там запасные. Лежат в салоне у меня. На покатуху первый раз он попал. 2 февраля. То есть мы его пригнали рано утром. 1-го. Со Львова 12 часов ехали. Есть эти видео на канале. Вы можете посмотреть. Ну, что, друзья, я вам скажу. Так, сейчас приоткрою окно. То мы потеем. У нас все-таки лето. Что-то я закупорился так. Значит... Что тут у нас? Щиток приборов запорожский стандартный. Это я на третьей передаче. Третья передача с 10 км в час едет. С 12. Так как понижение 1.78. Бортовые редуктора здесь. Луазовские. Балки луазовские. Кто не знает. Вот такая машина. Обычный запорожец внутри. Кто? Кто бы увидел внутри. Ничего тут. Руль только от Hyundai. Сейчас. Не видно вам. В общем, мы его купили. Проехали 650 км. И возле цирка на площади Победы в Киеве полуось выпала. Очень долго вибрировала. Она там тяжело была. Сейчас включу четвертую. Попал во вторую. Значит, передачи на оборот. Так как коробка перевернута задом наперед. Трансмиссия луазовская. Вся единственная усиленная полуоси. В общем, такая вот машинка. Ну, а теперь для тех, кто все знает о ней. Там очень много видео. Целый плейлист. Почти 200 серий про нее есть. Можете посмотреть. Начинают покупки. Замена масла электродрелью забейте. Кто не смотрел. Очень веселые там моменты. Как мы ее покупали, делали ТО и поехали в Киев. 650 километров. По дороге чинились. Ну, есть что вспомнить. А теперь для тех, еще раз, кто все знает, расскажу, что нужно сделать, чтобы мы могли ее эксплуатировать в оффроуде более уверенно. Смотрите, нужно. Все-таки я все время думаю об этом. Ну, сколько стартеров я поменял за несколько выездов. Я 3-4. Сейчас куплен новый, поставлен. И мы едем на новом стартере. Ну, вы же понимаете. Каждый выезд менять стартер. Андрюха замазал его герметиком. Но это не вариант. Ну, как вариант пока, но это не решает глобально вопрос. Так что нужно будет что-то думать все-таки с коробкой и с двигателем. Таврический мотор в принципе подходит. Но для наших условий эксплуатации, вот кто постоянно смотрит нас, тот знает, где мы ездим. Какие болота. Вот даже такое, как было вчера, например, на оффроуде. Дворники, кстати, работают. Все работает. Повороты, свет, дворники. Все хорошо. Все подсохло, все заработало. Крейсерская скорость 70-80. Можно больше, но ему тяжело. То есть из-за понижения. Так что придется что-то думать с мотором. Ну, мысли есть. Коробка тоже найдена. Решение по коробке с понижением совсем. Есть определенные автомобили 80-х годовных, с которых можно это поставить. Основная проблема все это. Поставить и заставить работать. А сама идея хорошая. Ну, недостаток низко двигатель стоит. В оффроуде он как не мешает, но очень намокает. Ну, скажем, при прохождении брода, болота, в тех местах, где мы катаемся, попадает болото в стартер. В сцепление, да, недосказал я в чем-то в Риджинского мотора. Основной недостаток. Это сцепление, которое достаточно нежное. Ну, в общем, не готова она к такому болоту. Скажем, даже Жигулевская на Ниве все это переживает намного легче. Так, тормоза я еще, пока ехал, не попробовал. Какие-то запахи посторонние. Проводка, не проводка. Ну, пока дыма нет. Было такое, что дымело. Тянет влево, не знаю, после оффроуда последнего. Черт, коробка третью включаю. Как должно быть, а там, оказывается, и третья. Коробка наоборот. Первая от себя и на себя. Вторая там, где третья. Третья там, где вторая. И четвертая там, где первая. Вот сейчас я... Не, неправильно. Четвертая там, где вторая. А третья там, где... Там, где вторая, четвертая. Четвертая, где вторая. Третья, там, где первая. Вот. В общем, все перевернуто. Привыкаешь, в принципе, если поездить пару часов. Все запоминается на автомате. Так что что-то силовым агрегатом придется нам делать. Ну, в основном, из-за сцепления, из-за стартера. Стартеров хороших. Ну, пока не нашел. Какой-то взял якобы болгарский. Не знаю, насколько его хватит. Ну, по крайней мере, хоть мне обещали, что есть на него якоря втягивающие. Потому что брал до этого какой-то злой Китай. Якобы китайско-украинский. Но нет запчастей. То есть починить невозможно. Одноразовая вещь, оказывается. Вот сейчас приблизительно где-то 70 мы едем. По шуму вам слышно, наверное, дальний свет. Неплохое освещение. Так что вот такая история. Но многие спрашивают, пишут, где за лупазлик. Когда на оффроуд. На оффроуд поедем. Когда точно не знаю. Тут и без коронавируса было не очень весело. Покупательская способность упала. За последние годы. И продолжает. Улучшений пока нету, в общем. Так что такая ситуация финансовая. Немножко не идеальная. Донаты прикреплены там под видео. Можно бросать, поддерживать. Так что, временно пока. Пока постоит. Посмотрим тут. Все меняется. Может что-то поменяется в лучшую сторону. И будем дальше заниматься. Все машины не доделаны. Там полуось. Там дифференциал. Ну, на днях поеду Мега УАЗ. Попытаюсь сделать передний привод. Давно это надо сделать. Но тоже все. Потом, завтра. С этой занимались достаточно много времени. Кто смотрит наш канал, тот знает. Много времени и денег ушло. На эту машину. Так что пока. Сейчас. Займемся Гран-Чероке и Мега УАЗом. Доведем до ума. А потом уже и посмотрим по возможности. Упали просмотры в два раза. Заработок на Ютубе упал в четыре раза. Соответственно, сейчас немножко совсем стало сложно выделять на это деньги. Но мы будем работать в этом направлении. В общем, я думаю, рассказал. На все вопросы ответил, кого интересует. Кого что интересует, пишите в комментариях под этим видео. Подписывайтесь, лайки. Хороший был вчера оффроуд, не скучным. Первая серия сегодня уже на канале. Заходите, смотрите. Продолжение там повеселей будет еще. Целый день, весь световой день до темноты мы рубились. Начиная с 11 утра, с полдвенадцатого. В общем, до встречи. Не забудьте поделиться. Лайк поставить. Увидимся. Пока. Давайте, для тех, кто не видел, как выглядит она сегодня. Кто досмотрел. Это, на первый взгляд, скучное видео до финиша. Ну, вот так машинка выглядит. Все нормально. Колеса пока с моей бэхи пятерки разноширокие для асфальта. Будем дорабатывать. Все на ходу. Все починили. Единственное, я же говорю, что оффроуд нужен более нежный.